День здоровья отметили в Люберцах. В Доме ветеранов прошел круглый стол, посвященный Всемирному Дню Здоровья. Главная тема обсуждения – сахарный диабет. Среди выступающих – ведущие специалисты здравоохранения Люберецкого округа. В этом году мероприятия, проходящие в рамках Дня Здоровья, не случайно посвящены сахарному диабету. Ведь по статистике это заболевание входит в тройку лидеров по числу людей, страдающих как самой болезнью, так и от осложнений ей вызываемых. Медики различают несколько видов сахарного диабета. Первый тип чаще всего связан с наследственной предрасположенностью. И здесь без медикаментозных средств, конечно, не обойтись. А вот с диабетом второго типа можно и нужно бороться. Главное – соблюдать здоровый образ жизни. Это меньше белого хлеба, это булочек и все, что это, фосфуды, то, что мы любим. И это способствует ожирению. Значит, поджелудочная железа не справляется с такой нагрузкой и, естественно, начинает больше вырабатывать инсулин. Перенасыщенность организма инсулином приводит к разрушению тонкого слоя в сосудах, который отвечает за их эластичность. Появляются атеросклеротические бляшки, а это в конечном итоге может привести к инфаркту, инсульту, слепоте и проблемам с ногами, вплоть до гангрены. Но от всех этих страшных диагнозов можно убежать. Любой человек, перенесший инфаркт, перенесший инсульт, все равно, что должен ходить в день не менее 5 километров. Действенный способ сохранить здоровье – увеличить свою физическую активность. Для людей пожилого возраста лучше всего заняться скандинавской ходьбой. Кстати, скандинавская ходьба способна уберечь и от многих других заболеваний, сосудов и сердца. Говоря о сахарном диабете, врачи указывают и еще одну тревожную тенденцию – болезнь помолодела. Довольно-таки много появилось детей полных. А это то, что ведет с раннего возраста предрасположенность к развитию сахарного диабета. Современный уровень борьбы и профилактики сахарного диабета настолько возрос, что поставленный врачами диагноз уже не приговор. Однако не только лекарства смогут помочь человеку жить без оглядки на сахарный диабет. Отказ от курения и других вредных привычек, здоровое питание и движение – это те составляющие, которые помогут людям успешно бороться с болезнью и сделать жизнь полноценной и длинной. Ольга Щевелева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова